Всем привет, друзья! С вами Рафаэль Хайтек. Вы, наверное, давно хотели зарегистрироваться на чат GPT, но при этом у вас не получалось. То браузер не подходит, то страна и так далее. Ну что, мы начинаем, друзья! Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и также залетайте в Dzen канал, там будет более подробно всё. В этом видео я покажу пошагово, что нужно делать, чтобы начать пользоваться чат GPT. От начала и до конца. Полный гайд. Поехали! Первое, что нам понадобится, ссылка будет в описании на всё, это вот такой антидетект браузер. Соответственно, нажимаем регистрация, регистрируемся, подтверждаем почту свою рабочую, это очень важно. Почту можно использовать любую, которой вы пользуетесь. Нажимаем скачать для Windows, если вы пользуетесь Windows. После чего у нас начинает скачиваться браузер. Но я отменю, так как он у меня уже установлен и подтвержден. После установки кликаем по браузеру, чтобы его открыть. В правом углу нажимаем на него и ждём, пока он загрузится, а также обновится, если это понадобится. Так, вписали почту, ввели пароль, нажимаем «Войти». И мы попадаем, друзья, в антидетект браузер, который подменяет наши реальные данные о компьютере и позволяет зайти на множество сайтов, которые отслеживают вас по вашему компьютеру. То есть, скажем так, специальному отпечатку. Так, первое, что нам нужно сделать, перейти в левую часть и нажать «Прокси». А чтобы заходить на сайты, нам нужно специальный прокси. Это как бы как VPN, встроенный в этот браузер будет. Но у нас его ещё нету. Нам его нужно купить. И для этого переходим на следующий этап. В следующий этап, друзья, переходим по ссылке в описании на сайт, который продаёт прокси. Без него у нас ничего не будет работать. Нажимаем «Регистрация», вводим свои данные, подтверждаем почту обязательно. После того, как мы подтвердили всё, нажимаем вот сюда «Купить прокси». Это самое важное. Повторяйте всё за мной. Смотрите, нам нужно взять хотя бы на месяц прокси, чтобы постоянно его не менять. Это будет 100 рублей в месяц стоить. Вы всегда можете либо продлить, либо купить другие. Смотрите, значит, что нам важно здесь поменять. Обязательно здесь ставим какую-нибудь страну типа США. Я выбираю США, нажимаю «Купить». После чего вас перебрасывает на вот такое вот окно. Если у меня будет по ссылке в описании купон или в описании используйте, вам будет небольшая скидочка. Нажимаем «Продолжить». Вам сразу предложат пополнить счёт. Кладите где-то 100 рублей и будет нормально. Нажимаем «Продолжить». После того, как пополняете с помощью карты, телефона или как вам удобно, у вас покупаются прокси. И они попадают вот сюда, в мои прокси, сбоку. Нажимаем «Прокси». После чего нам дают, смотрите, прокси, порт, логин и пароль. Это всё нужно ввести в том браузере. Здесь я специально часть буду замыливать, но покажу, как это выглядит в браузере. Копируем первую строчку, которую IP-адрес имеет. Переходим в наш браузер «Антидетект». И смотрите, нажимаем «Прокси» вот тут слева. И наверху нажимаем «Прокси создать», то есть плюсик. И вот здесь нам даётся подсказка, как нужно вводить всё, что мы получили и купили. Смотрите, IP-адрес, двухточие порт, двухточие логин, двухточие пароль. Именно вот так это будет выглядеть. Давайте я примерно вставлю, как это будет выглядеть и покажу. Ну что, вот так у вас должно выглядеть всё, что вы вбили. Некоторые буквы и цифры я здесь буду подменять специально, чтобы вы не зашли под моим, скажем так, аккаунтом. Так, ну что, нажимаем «Добавить» и у нас, в принципе, всё готово. Теперь переходим в «Браузеры», нажимаем наверху «Создать профиль». Далее мы в названии можем как-то назвать, как нам удобно. Например, «Чат ГПТ США». Статус не обязательно пока ставить. Вот здесь нажимаем «Новый отпечаток» обязательно. Здесь браузер будет подменять наш реальный браузер на как бы вымышленный, скажем так, чтобы работать на других сайтах. Так, далее, что нам нужно, это вот здесь, «Выбрать прокси». Это прям нужно обязательно. Ещё, ребята, не забывайте выбирать ту платформу, на которой вы работаете. Я, например, на винде, то и ставлю винду. Здесь «Выбрать прокси» нажимаем и выбираем тот прокси, который мы сами ввели туда. Нажимаем сюда. Так, далее здесь ничего не трогаем. Нажимаем «Создать». После чего нажимаем вот сюда «Запуск» и у нас открывается отдельный браузер. Ну что, теперь у нас открылась вкладка после того, как мы нажали «Запуск». И теперь мы можем пользоваться этим новым браузером, скажем так. Вот здесь он выглядит фиолетовым. Далее нам понадобится сайт для проверки того, что мы сделали всё правильно. Сайт выглядит вот так. Ссылка тоже будет в описании. «Lixradar.com». Нажимаем «Enter». Ждём некоторое время после того, как определится наш компьютер, цифровой след. То есть он показывает, какой язык у нас на компьютере включен в программах и так далее. Куки и тому подобное. То есть за счёт этого сайт нас будет определять, как будто мы из Америки. Именно из этого вот браузера. Только заходить отсюда. Далее мы спокойно можем регистрироваться на чат GPT. И вот здесь в браузере вбиваем чат GPT и, соответственно, переходим по первой попавшейся ссылке. Заходим, нажимаем вот здесь «Try GPT-Chat». Вот здесь нажимаем «Sync App». Регистрация. Итак, переходим к регистрации. Вводим свою почту. Нажимаем «Продолжить». Также нам нужно ввести свой пароль. Вводим пароль и нажимаем «Продолжить». Главное, используйте, желательно, почту Gmail. Но будьте осторожны. Ни в коем случае не подтверждайте пароль из неё. Так, вот наша временная почта. Я специально для видео зашёл на сайт, который создаёт временную почту. И нам пришло сообщение. Видите, ни в коем случае не нажимайте из вашего браузера. Нажимаем правым кликом «Копировать адрес ссылки». Закрываем и переходим в наш специальный браузер. Открываем вторую вкладку. Нажимаем «Контрол В» или просто «Вставить» и «Интер». И, соответственно, мы из этого браузера подтверждаем наш аккаунт. Здесь мы можем как-то назваться. Вот далее начинается самое интересное. Нам нужен номер телефона. После чего мы переходим на другой этап регистрации. Переходим по ссылке в описании на этот сайт. Регистрируемся. И переходим в следующее меню. Смотрите, сбоку вот здесь надо нам набрать OpenAI. И вот что у нас высвечивается, когда мы набрали OpenAI. И смотрите, нам здесь нужно тогда выбрать страну, откуда мы регистрируемся. Ищем США. Ну что, вот мы нашли страну США. Что же нам делать дальше? Нажимаем на корзину. После того, как вы пополнили деньги, у вас появится номер. Пополняйте удобным способом. Желательно кидать 100 или более рублей, чтобы у вас был как бы запас на комиссию. Этот номер стоит 75 рублей. После чего мы нажимаем скопировать номер и переходим в наш браузер. Вот сюда вбиваем этот номер. Единичку мы убираем, потому что это код страны получается. И тогда у нас будет все правильно. Нажимаем Send Code и ждем. Чтобы долго не ждать код, нажимайте F5 или обновить страницу. Если вдруг не приходит, нажимайте вот сюда Resend Code, чтобы код повторно отправился на ваш номер. Либо вы ввели его просто неправильно. Так, ну что, прошло буквально меньше минуты. Я нажал повторно отправить и вот он у нас код. Нажимаем на него Ctrl-C или копировать. И переходим опять в наш браузер. Нажимаем вставить. И все, мы подтвердили наш аккаунт чат GPT. Вот так не очень сложно на самом деле, но замуторно мы получили доступ к чат GPT. Нажимаем Next, Next и так далее. Все, теперь мы можем пользоваться чатом GPT. И заходить вам нужно только с этого браузера. С другого браузера, если зайдете в свой аккаунт, то сразу все запорите. И нужно будет делать все по новой. Так что, друзья, обязательно подписывайтесь на канал, потому что это единственный действенный способ, который на 100% гарантирует, что чат GPT у вас будет работать, потому что вы якобы работаете с американского компьютера в Америке. Так что подписывайтесь на Zen, канал и так далее. Все, пока, друзья.